Красная жара в России. Аномалия или диверсия? Можно ли верить метеорологам? Загадки сибирского антициклона. Вот антициклон стоял. А почему он стоял? Почему он так долго стоял? Как он сформировался? Никто не знает. И что является подпиткой его? Глобальный проект 21 века. Арктика и контроль за ней из военно-стративнической области переходит в экономико-технологическую. Пожары и их последствия, климатические катаклизмы и накал страстей в программе «Арктическая жара». Шумел, горел пожар московский, дым растелался по реке. Почти 200 лет назад, в 1812 году, над Москвой висели тучи дыма. Тогда, по секретному приказу московского генерал-губернатора, граф Растопчина, спалили половину города, чтобы досадить захватчикам. По свидетельству очевидцев, дым был виден аж за 12 верст. Французам не удалось справиться с огнем, но поджигателей в назидание расстреляли немало. В 2010 году облака дыма и гари вновь накрыли столицу. Лесные и торфяные пожары не только окружили Москву, но и охватили пол России. Вообще-то леса и торфянники горят каждый год, но не в таких масштабах. Современные поджигатели действуют без всякого секретного указа. По данным экспертов, более 80% пожаров вызваны человеческой халатностью. Страна оказалась полностью не готова к подобной ситуации. Нужна техника для тушения пожаров. И опять же, я скажу, что в свое время Советский Союз поставлял вертолеты пожарные едва ли не половине мира. В Испании так точно, в Греции, в основном мы пожары и тушили. А теперь вдруг выясняется, что у нас фактически отсутствует техника тушения лесных и торфяных пожаров. Тоже вопрос, что случилось, куда она делась, эта техника. Пожалуй, впервые для борьбы с огнем Россия была вынуждена принять помощь от западных соседей и республик СНГ. Потребовалось личное вмешательство президента и премьера, чтобы как-то минимизировать причиненный огнем ущерб. Как всегда, разгул стихии вызвал вечные российские вопросы. Кто виноват и что делать? Горячее лето 2010 года, несомненно, войдет в новейшую историю России, как самое жаркое за последние полтора века. Если мы сейчас возьмем вот эту таблицу рекордов, вот этого, нынешнего уже, когда июль прошел 2010 года, то мы увидим, что она практически полностью обновлена. Восемь новых рекордов. То есть восемь самых жарких дней теперь, июльских, это принадлежат 2010 году. То есть восемь дней из тридцати одного, это 25 процентов. Больше 25 процентов, то есть четверть самых жарких дней июля, были, наблюдались вот в 2010 году. Причиной небывалой жары явилось загадочное поведение сибирского антициклона, зависшего над европейской частью России. Метеорологи впервые столкнулись с таким необычным явлением и объявили его аномально. Стоит такой вот над всей европейской территорией нашей страны мощнейший антициклонический вихрь. Причем он, вот если вы обратили внимание, атмосферное давление у нас в Петербурге не очень высокое было. Там 764 миллиметра тут на столбах, 765, ну в пределах климатической нормы чуть-чуть выше, 760 у нас норма. И поэтому я все время смотрел на синаптические карты, и мне казалось, что должен уйти этот антициклон. Не ярко выражен, то есть вообще совершенно атмосферное давление не очень большое. А потом, а он стоит и стоит, стоит и стоит. Оказывается, он очень хорошо выражен в вертикальном направлении. То есть его можно проследить практически на всех высотах в атмосфере. И поэтому, несмотря на то, что у него вот само атмосферное давление не очень высокое было, но вертикальная протяженность огромная, его никак не сдвинуть было, почему он и стоял. В средние века подобные природные катаклизмы обычно объявлялись божьей карой за грехи. Из летописи известны случаи, когда массовые молитвы о дожде действительно вызывали ливни. Нынешние жара и пожары еще раз показали людям, что, несмотря на весь технический прогресс, человек лишь крохотная частичка природы. Энергия среднего урагана сопоставима с мощностью всех ядерных арсеналов. Никакая власть и техника не способны предотвратить подобные катаклизмы. Стоит задача научиться эффективно реагировать на них, сводя ущерб до минимума. «Нет, с божьей стихией царям не совладать», – пророчески писал Александр Сергеевич Пушкин в «Медном всаднике». Попытки и президента, и премьера России именно совладать с этой самой божьей стихией натыкаются не только на гребень антициклона, но и на стену равнодушного бездействия чиновников. В обществе тем временем говорят о неурожаях и о грядущем повышении цен на продовольствие. Окончательных данных об ущербе, нанесенном жарой и пожарами в России, пока что нет. Но уже сегодня специалисты говорят о том, что эта сумма может составить 15-20 миллиардов рублей. 40-градусная жара, дым от горящих лесов и торфянников привели к тому, что, по данным специалистов, смертность в Москве за это время значительно выросла. Медики утверждают, что последствия от действия этих факторов носят долгосрочный характер. Особая опасность представляет влияние озона, который образуется при автомобильном движении. Краткосрочный запрет на использование личного автотранспорта мог бы сберечь здоровье миллионам москвичей. При той жаре, которая была, загрязнение автомобильным транспортом особенно вредно. Потому что там, когда очень сильная жара и очень интенсивный солнечный прогрев, тогда на асфальте начинают выделения вредные. Это, во-первых. Во-вторых, вот при солнечном свете интенсивном на выбросах автомобилей возникает озон, очень вредный, токсичный газ, который отнесен к классу особо опасных веществ. Потому что, когда вы его вдыхаете, там происходит процесс окисления, это легкие, сердечно-сосудистые и так далее. Поэтому, и вот это, если бы прекратить движение автомобильного транспорта, я понимаю, что это, наверное, может быть и невозможно, да? Но если вот приостановить производство плюс прекратить движение автомобильного транспорта, то, наверное, было бы можно сократить вредное влияние. Возможно ли было предсказать подобный погодный катаклизм? Долгосрочные прогнозы климатологов прямо противоположны. Одни предрекают глобальное потепление, другие – новый ледниковый период. Краткосрочные прогнозы до 5-7 дней обычно предсказывают погоду с точностью на 90-95%. Но вот сенсация. Оказывается, в век суперкомпьютеров для построения долгосрочных моделей погоды используется уравнение столетней давности. Метеорологи очень возлагали большие надежды на компьютеры. То есть думали, что всё замечательно, сейчас всё мы сделаем, насчитаем и всё. То есть есть уравнения. А уравнения эти, которые мы считаем, ведь они же на самом деле были изобретены в начале 20-го века. Это уравнение Навьестокса. Значит, это два человека разных. Навьестокс. Вот они их в начале 20-го века, даже не 20-го века, а в конце 19-го века. Потом эти уравнения осреднил Рейнольдс в начале 20-го века. И вот с этими уравнениями практически только к ним бантики подвешивают. И вот уже больше 100 лет на этих уравнениях и работают. Принципиально ничего нового не было. Смотрите далее. Загадки сибирского антициклона. Гадания на тучах. Механизмы формирования вот этих вот синаптических веклей, в общем, они практически не изучены. Нефтяные диверсанты и пожары в России. Уровень катастрофы, которого сотворила Бритиш Петроли в Мексиканском заливе, превосходит все разговоры о Чернобыле в десятки раз. Сегодня метеорологи способны точно рассчитать траекторию движения циклонов и антициклонов на неделю вперед. Однако существующая математическая модель не учитывает множество факторов. Мы хорошо научились прогнозировать перемещение. Вот мы все говорим циклоны, антициклоны, циклоны, антициклоны. И мы научились более не менее прилично прогнозировать траекторию этого циклона. Вот мы сберемся на оптическую карту. Вот что у нас будет в Петербурге через три дня? Через три дня к нам придет примерно циклон, который сейчас расположен над Южной Балтикой. И вот мы дальше рисуем траекторию его и скорость. Примерно считаем. Мы говорим, да, вот через три дня будет вот это. И такая-то погода, соответственно, будет. А если вы хотите на пять дней, тогда этот циклон не над Южной Балтикой расположен сейчас, а где-нибудь там над Азорскими островами или там где-то рядом с Исландией. Да, вот эту траекторию провели. А через семь дней уже нету такого циклона, который будет у нас. Потому что этот циклон еще не сформировался. Потому что те циклоны, которых мы вот сейчас вот видим, и которые через семь дней могут прийти к нам, их нету. В природе нет. Они должны еще зародиться и к нам прийти. А вот этого процесса зарождения вот этого циклона или антициклона, мы не знаем. То есть механизмы формирования вот этих вот синаптических вихрей, в общем, они практически не изучены. Ученые до сих пор не имеют четкой теории возникновения циклонов и антициклонов. Остается загадкой и периодически повторяющиеся явления Эль-Ниньо, что в переводе означает «мальчик». Возникающее у берегов Перу это гигантское океаническое течение влияет на климат всей планеты. Некоторые эксперты связывают холода в Южной Америке и небывалую жару на севере именно с Эль-Ниньо. Ни одна математическая модель современная, она не учитывает ни колебания солнечной активности, ни электромагнитное излучение, которое от Солнца идет, ни изменение орбиты Земли, ни изменение угла наклона вращения Земли. То есть вот все космогеофизические факторы практически не учитываются современными математическими моделями. Долгосрочные прогнозы погоды сегодня больше напоминают гадания, чем науку. Строятся они на статистических данных наблюдений за 130 лет. Что-то похожее было 15 лет назад. Значит, и дальше погода будет меняться так же. От нас совершенно точно не зависят климатические циклы. То, что у нас сейчас положительный климатический цикл, мы идем к климатическому оптимуму и будем идти к нему еще где-то от 100 до 150 лет. С этим фактом мы ничего сделать не можем. Температуры будут повышаться. Соответственно, будут меняться границы ледового покрова. Будет открываться часть полярных морей. Об этом чуть позже подробнее расскажу. Вообще много чего будет происходить. Попытки эффективного управления погодой – мечта всех военных. По мнению некоторых экспертов, загадочное поведение сибирского антициклона, его необъяснимое зависание над Россией, может быть результатом секретных экспериментов воздействия на ионосферу. Во всяком случае, в секретном докладе ВВС США «Погода как умножитель силы» использование климатических факторов включено в военную стратегию. Антициклон завис над Россией. Внятного ответа на вопрос, почему ни климатологи, ни метеорологи дать не могут. А тем временем в прессе появляются самые смелые версии происходящего. Говорят, что против России могло быть применено климатическое оружие. Это связывают и с запуском нового беспилотного космического американского корабля X-37B и с излучением гигантской антенной установки ХАРП на Аляске. По другой версии, виновата компания British Petroleum, которая скрыла истинные масштабы разлива нефти в Мексиканском заливе. Атмосферные процессы находятся в неустойчивом равновесии, поэтому достаточно маленького толчка, чтобы случилась погодная аномалия. Две трети нашей планеты покрыты водой. А океан совсем другой. Там совсем другие механизмы в океане. Вот если в океан поступает тепло, то это тепло распространяется в громадной толще. И океан океанский. И океан, ну там, несколько сот метров. И поэтому океан, он сам по себе является аккумулятором тепла. И это тепло в течение лета аккумулируется, аккумулируется, аккумулируется. А потом осенью, зимой начинает отдаваться в атмосферу. И вот как эти процессы происходят, вот тогда аномалии формируются. Антициклоны представляют собой область высокого атмосферного давления, которая сопровождается ясной солнечной погодой. Этот гигантский вихрь как бы постоянно засасывал горячий воздух с юга. Отсюда и аномально высокие температуры. Обычно такие зоны окружены областями с низким давлением и с высокой влажностью. А вот теперь что важно и что интересно. Да, сибирский антициклон. Но всякий антициклон обрамлен потоками циклонов, соответственно, которые его уравновешивают. И в этом отношении по окраинам большого сибирского антициклона должны идти колоссальные дожди. Дожди, тайфуны, все что угодно. И действительно, на юго-восточном конце циклона мы это видим. Наводнение в Китае, наводнение в Пакистане. Причем пакистанское, оно тоже стало одним из самых крупных за всю историю Пакистана. Соизмеримо с масштабами нашей жары. Но по идее такая же зона плохой погоды. Это должна была быть на западе континента. Бельгия, Франция, Северная Германия, Испания, Португалия. Ничего такого мы, однако, не наблюдаем. Свет на загадочное стояние сибирского антициклона может пролить засекреченная информация о реальных масштабах нефтяной катастрофы в Мексиканском заливе. Не более часа провисело в сети сообщение о том, что мурманские экологи обнаружили на природной биостанции тонкую пленку нефти. Никто не оценил, что уровень катастрофы, которую сотворила Бритиш Петролем в Мексиканском заливе, превосходит все разговоры о Чернобыле в десятки раз. Мы получили огромное количество нефти, разлившееся практически по всей Атлантике. Этот тонкий слой нефти сам по себе особого вреда не приносит. Но испарение воды уменьшает, да, конечно, на проценты. Но дьявол кроется в мелочах, и разница между нормальной ситуацией циклона-антициклона и нынешней аномальной в этих процентах и заключена. У нас просто нарушился баланс влаги в атмосфере. Утверждение представителей Бритиш Петролем о количестве вылившейся нефти нуждаются в международной экспертизе. Со временем нефтяная пленка на поверхности океана действительно разрушается. Но не исключено, что период уменьшения испарений оказался достаточным для нарушения погодного цикла. В самом Мексиканском заливе, а это, собственно, кухня погоды Атлантики, там формируются основные тропические штормы, которые дальше идут уже в сторону, ну, приблизительно по траектории Гольфстрима, местами на Америку и частично на Европу. А во-вторых, поскольку пленка эта дошла даже до Мурманска, унесенная Гольфстримом, то не только Мексиканский залив, но и основная часть океана уменьшила испарение. И мы, собственно, с этим столкнулись. Нет испарения, нет дождей. Поэтому антициклон есть, а разрушающая, подтачивающая циклональная активность по периферии только на востоке. На западе ее нет. Смотрите далее. Жара на полюсе. Дипломатический накал страстей. А вопрос, кто будет зарабатывать на арктическом, проекте 21 века. Арктический вектор планеты. Это все требует огромных инвестиций и осмысленной политики. В случае подтверждения данной гипотезы, Россия вправе потребовать с БИПИ наравне с жителями Калифорнии компенсацию за причиненный ущерб. Небывалая жара в северном полушарии накалила обстановку и в самой холодной части планеты. Таяние арктических льдов обострило интерес различных государств к северным морям и территориям. В 20 веке закончилась холодная война, а вот в 21 может начаться война горячая, война за Арктику. Небывалая жара лета 2010 года и потепление климата в целом привели к усилению таяния арктических льдов. Соответственно, появились новые возможности для освоения богатого полезными ископаемыми, в частности, нефтью арктического шельфа. Согласно конвенции ООН, право на арктические территории имеют Россия, США, Канада, Норвегия и Дания, в состав которой входит Гренландия. Но недавно стали появляться и новые претенденты, в частности, в Великобритании. Хитроумные англичане аннексировали в Северной Атлантике необитаемую скалу Роккол, шириной всего 30 ярдов. И теперь они требуют свою долю арктического шельфа. Холодная Арктика становится горячей точкой и темой для международных скандалов. Недавно выяснилось, что спецслужбы США и Канады готовят тайную спецоперацию по поддержке сепаратистских настроений в Гренландии для того, чтобы та отделилась от Дании и Дания, таким образом, лишится своей части арктического пирога. Наращивается и военное присутствие в регионе. Пока вокруг Арктики кипят научные и дипломатические страсти. Дело в том, что четкого единого юридического соглашения о ее разделе пока нет. Согласно Конвенции по морскому праву 1982 года, арктические страны могут претендовать на 12 миль территориальных вод и 200-мильную экономическую зону. А все, что лежит дальше, зависит от принадлежности шельфа. Россия доказывает, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева это продолжение российской территории. Дания считает, что хребет Ломоносова – затонувшая часть Гренландии, а Канада вообще утверждает, что все это продолжение североамериканского плато. Жара в северном полушарии, таяние полярных льдов открывает возможность коммерческого использования и северного морского пути, и природных богатств шельфов. Появление новых технологий в судостроении, связи, навигации позволяют начать практическую реализацию арктического проекта. Вот этот технологический рывок, одновременно всплеск политического интереса и вопрос, кому будет принадлежать контроль за ресурсами, сосредоточенными в арктическом бассейне, прежде всего на шельфах арктических морей, это определяет роль ядовитого океана в 21 веке. И из-под воль к этому готовятся все заинтересованные участники, а их стало больше. Кроме арктических стран, непосредственно прилегающих к бассейну Северного Ледовитого океана, коих числом пять, большой интерес проявляют страны, весьма далекие от Арктики. Это Германия, Китай, Япония и даже Австралия и Новая Зеландия. Казалось бы, почему? А вопрос, кто будет зарабатывать на арктическом проекте 21 века. Стратегическое значение Арктики очевидно. Уже сегодня она обеспечивает 11% национального дохода России и 22% российского экспорта. Здесь добывается 90% никлея кобальта, 60% меди, почти вся платина, апатиты и баритов. На шельфах Карского и Баренцева морей выявлены крупнейшие газовые месторождения. Шельф хранит четверть мировых запасов нефти. Понятно, что борьба за эти богатства идет нешуточно. Арктика и контроль за ней из военно-стратегической области переходит в экономико-технологическую. То есть тот, кто технологиями сумеет и умеет проникать в эти труднодоступные районы, тот, кто ведет там активную экономическую деятельность, тот контролирует Арктику. Соответственно, тот контролирует 21 век, потому что его будущее неразрывно связано с эксплуатацией арктических пространств, будь то моря в качестве судоходных магистралей, или те полезные ископаемые. Это не обязательно только нефть и газ. Отстаивая свои национальные интересы в Арктике, Россия вместе с тем готова к самому широкому международному сотрудничеству в освоении ледовой страны. Международными проектами могут стать и, наверное, станут разработка штокманского месторождения газового в Баренцевом море. Скорее всего, приразломное месторождение нефти на шельфе Карского моря тоже станет международным по разным причинам, в том числе, по которым я называл. Технологии, скорее всего, будут иностранными. И, наверное, если говорить серьезно о эксплуатации Северного морского пути, то, сохраняя операционную систему, то есть оператором будет Россия, а технологии транспорта, логистики и международной проводки судов сопровождения, принятых по стандартам корабельного дела, они будут тоже зарубежные, и поэтому тоже международные. Я думаю, что это неплохо. Это, в общем-то, интегрирует Россию в нормальное международное разделение труда, но в качестве не сырьевика все-таки, а в качестве мирового коммуникатора. Арктический проект 21 века может стать не только базой для модернизации страны, но сделать Россию центром глобального общемирового проекта развития. Огромная неосвоенная территория Севера может стать площадкой для мирного, взаимовыгодного сотрудничества всех стран. Вариант, например, с разработкой месторождений, он требует технологических наработок норвежцев, американских систем навигации, космического наведения, логистики, разработанных, например, в Германии, логистики схем поставок, перевалки грузов и так далее, российских ледоколов, как минимум, и российских баз, расположенных по пространству шельфа. И любой проект, по сути, который в Арктике может быть таким локомотивом развития, он обречен быть международным. В одиночку ни Россия, ни Америка, ни Норвегия, ни Канада в Арктике что-то крупное потянуть не могут. Так встречала Москва первых героев-полярников. В арктической гонке, несмотря на недостаток средств, Россия имеет неоспоримое преимущество. Уникальный опыт северных первопроходцев и полярных экспедиций, наработки в эксплуатации северного морского пути и плавания во льдах. К тому же Россия пока еще сохраняет свой мощный ледокольный флот. Этот флот не то, что необходим. Он является залогом хоть какого-то лидерства, хоть какое-то продолжение научной работы по обоснованию и своих внешних границ континентального шельфа, и будущей экономической деятельности на шельфовых месторождениях при эксплуатации северного морского пути в качестве международного коридора. Но это все требует огромных инвестиций и осмысленной политики. По оценкам экспертов, неустойчивость климата будет резко возрастать. Человечеству надо готовиться к росту природных катастроф. Чаще синоптиков ошибаются только экономисты. Если первые способны дать более-менее точный прогноз, по крайней мере, на пять дней, то вторые часто не готовы предсказать кризис даже за полчаса до его начала. Специалисты утверждают, что колебания климата и биржевые скачки будут приобретать все большую амплитуду. И в этой ситуации власть просто обязана научиться держать ситуацию под контролем. Степень ущерба от экономических и климатических катаклизмов зависит не только от силы стихии, но и от четко и грамотно организованной работы государственного аппарата. Это и станет одним из главных пунктов программы модернизации России. Аномальная жара лета 2010 года в России показала, насколько важен климат для каждого из нас. По инициативе правительства, в России впервые на базе Академии наук и Росгидрометцентра будет создан Национальный климатический центр, который займется изучением и прогнозом климатических процессов в интересах обеспечения национальной безопасности и развития страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова